В Женеве под эгидой ООН началась работа над новым международным договором по проблеме изменения климата. Это первый раунд переговоров, и он продлится шесть дней. Новый договор планируют принять в Париже в декабре, а в 2020 году он должен заменить Киотский протокол. Цель соглашения договориться о таком уровне сокращения выбросов, при котором повышение температуры воздуха на Земле было бы не более 2 градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальными временами. «По данным Всемирной метеорологической организации, 2014 год был рекордно тёплым в истории. На этой неделе нам нужно действовать с ответственностью и миссией. Прошу вас работать эффективно и с желанием идти на компромисс». В переговорах задействованы представители стран-участниц рамочной конвенции об изменении климата. Её подписали около 190 государств мира. Разработать новый протокол действительно непросто – слишком много разногласий. Председатель призывает не повторять печальный опыт саммита в Копенгагене в 2009 году, когда мировые лидеры так и не смогли прийти к соглашению. «Вы здесь представляете свою страну, руководствуетесь этой ответственностью. Одна планета – одна команда. Все президенты, сопредседатели, секретариат и каждый участник этого процесса преследует одну и ту же цель. Мы – одна команда, и это не соревнование между нами. Мы – просто единая команда нашей планеты». К 31 марта страны должны представить свои национальные планы по сокращению выбросов. Они будут учтены в Парижском соглашении. Россия также является активной участницей климатических переговоров.